Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим тестоделительные машины со шнековым нагнетателем. Эти машины предназначены в основном для деления ржаного и ржано-пшеничного теста на заготовки большой массы. Они отличаются сравнительной простотой устройства и интенсивным механическим воздействием, которое для ржанового теста оказывает положительное влияние на процессе расстойки. Для теста из пшеничной сортовой муки такое воздействие нежелательно. Весьма неудобной является очистка шнеков от теста при длительных остановках. У большинства машин после очистки в рабочей камере остается много теста, которое перекисает, портится и очень интенсивно реагирует с чугунным корпусом рабочей камеры. При этом не исключена возможность попадания в изделие продуктов окисления металла и прочее. Этот недостаток можно устранить путем изготовления рабочей камеры из нержавеющей стали. Тестоделительная машина HDF-M2 предназначена для деления ржанового и ржано-пшеничного теста на заготовке массой от 800 до 1250 г и состоит из приемной воронки 3, примыкающей к рабочей камере 2, в которой размещено 2 нагнетающих шнека 1. Рабочая камера соединена с горловиной 4 к цилиндрической проточке, которой примыкает барабанная делительная головка 5. В диаметральной цилиндрической проточке 15 головки размещено 2 плавающих поршня 6. Сверху головка закреплена откидным ограждающим щитком 7. Приводной электродвигатель 14 расположен на шарнирно-закрепленной площадке 13, находящейся в нижней части станины 17. С помощью клино-ременной передачи 16 электродвигатель соединен с промежуточным валом 18. С него движение с помощью шестерен 19 и 20 сообщается шнеком 1, а клиновым ремнем 12, валу червячного редуктора 9. Последний через мальтийский крест сообщает периодическое движение делительному барабану. Натяжение ремня 12 осуществляется роликом 10 с винтовым фиксатором 11. Возможно дополнительная установка транспортера, привод которого осуществляется от звездочки 8. Устройство делительной головки представлено на слайде. В чугунный барабан 13 головки запрессовано 2 ЦАПФ и 12, которые входят в подвижные подшипники 13, установленные с помощью болтов 14. В кронштейнах 2. Крепящихся к горловине 1 болтами 5. В диаметральной проточке барабана размещены спаренные алюминиевые поршни 10, соединенные винтом 9, имеющие правую и левую резьбу на концах. На болте 8 закреплено фиксирующее пружинное устройство 7, предохраняющее винт от произвольного проворачивания во время работы. Чтобы поршни не проворачивались в цилиндрической проточке барабана, закреплена лыска 6. Конечные положения поршней фиксируются винтами 11. Кинематическая схема машины представлена на слайде. Тесто делительная машина Кузбасс и делительно-посадочный автомат ДПА. Машина Кузбасс имеет одношнековый нагнетатель и периодически поворачивающуюся барабанную делительную головку со спаренными плавающими поршнями. Привод головки осуществляется от однооборотной муфты, позволяющей осуществлять одновременное периодическое перемещение тесто от водящего транспортера-укладчика. Тесто делительная машина Кузбасс предназначена для деления теста из ржаной и пшеничной обойной муки при выработке формового хлеба. Автомат обеспечивает деление теста на куски овальной формы, укладку их на лотковый транспортер с последующей загрузкой формы, расположенной на люльках растойно-печного конвейера. Производительность автомата достигает 80 кусков в минуту, что позволяет обеспечить укладку заготовок на растойно-печные агрегаты АЦХ-ХПА-40ФТЛ-2. Автомат состоит из приемной воронки 1 цилиндрической рабочей камеры 2, в которой расположен нагнетательный шнек 3. К рабочей камере делителя подсоединен патрубок 4 с горловиной 5, к которой подсоединена делительная головка 6. Под делительной головкой расположен цепной транспортер 10 с металлическими ковшами 11. Цепной транспортер на 4 блоках звездочек 13. Верхний на рисунке блок является приводным. Лотки одной стороной при помощи пальца 12 шарнирно соединены с цепью, а на другой стороне укреплен ролик 8, который с помощью планки 9 опрокидывающего механизма удерживает ковши в горизонтальном положении при загрузке их тестовыми заготовками. На цепном транспортере закреплены упоры с шагом, которые соответствуют количеству заготовок, укладываемых на одной люльке расстойного шкафа. Длина цепного транспортера принято кратное количество заготовок, укладываемых на люльке. При подходе загруженных заготовками лотков к концу люльки упор нажимает конечный выключатель, который останавливает приводной электродвигатель 15 автомата. Опрокидывание ковшей и загрузка тестовых заготовок в формы люльки осуществляется в момент подхода люльки с пустыми формами под цепной транспортер и включения механизма опрокидывания. Последний подает сигнал на включение приводного двигателя и цикл повторяется снова. Такая система синхронизации работы делителя, укладчика и расстойно-печного агрегата является простой, удобной и надежной в эксплуатации. Привод автомата осуществляется от электродвигателя 15 через редуктор 17. С помощью цепных передач вращение передается шнеку и главному валу 16, от которого с помощью звездочек и цепной передачи приводится механизм поворота головки 7 и цепной транспортер ковшового укладчика, закрепленный на раме 14. Станина 18 сварная, выполненная из угловой стали. Для поддержания постоянного уровня теста в приемной воронке на ее боковой стенке смонтирована диафрагма 19 с конечным выключателем. Делительная головка ДПА отличается от рассмотренной выше тем, что форма мерных поршней выполнена овальной и благодаря увеличению площади мерного кармана против цилиндрической уменьшена высота мерного кармана и диаметр делительного барабана. Изменение массы заготовки осуществляется путем сближения или удаления поршней с помощью винтового устройства. Отмеряемая тестовая заготовка имеет удлиненную конфигурацию и хорошо заполняет хлебопекарную форму. Автомат работает следующим образом. Тесто из приемной камеры нагнетается шнеком в горловину и затем в мерный цилиндр делительной головки, которая периодически поворачивается на 180 градусов с помощью однооборотной муфты. При заполнении тестом мерного кармана с другой стороны головки спаренный поршень выталкивает ранее отмеренную заготовку на лоток укладчика. Одновременно с поворотом делительной головки происходит перемещение цепного конвейера на один шаг. Так последовательно заполняется тестовыми заготовками лотки укладчика и когда наберется количество соответствующее числу форм на люльке, произойдет отключение приводного двигателя и делитель остановится. В момент подхода люльки расстойного шкафа под лотки укладчика кулачковый механизм повернет планку опрокидывателя и лотки под действием массы заготовок опрокинутся, а тестовые заготовки попадут в формы люльки. При дальнейшем движении расстойного конвейера кулачковый механизм возвращает в исходное положение планку опрокидывателя, после чего цикл работы снова повторяется. Кинематическая схема автомата представлена на слайде. Анализируя работу нагнетательной системы ДПА, следует отметить, чрезмерно увеличенный объем рабочей камеры составляющий около 42 кубических дециметров и поэтому излишне высокую степень обжатия тестовой заготовки. Внешний вид делителя нуждается в существенной доработке. Основными достоинствами автомата являются простота конструкции, надежность и достаточная точность деления. При доработке конструкции следует обратить внимание на обеспечение удобства разборки всех элементов тестовой камеры и делительной головки для облегчения очистки их от теста при длительных остановках более двух часов. Технические характеристики теста делительных машин со шинековым нагнетателем представлены в таблице на слайде. В этом видео мы рассмотрели устройство и принцип действия теста делителей со шинековым нагнетателем. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, в колокольчике все уведомления поставьте лайк. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!